Девочки, всем привет! У нас новый день. Мы приехали в ГАИ оформлять машину. Но так как у нас... Неправильную маску наделал, заду наперед. Главное, что ты правильно наделал. Леша еще и капюшон надел. С сегодняшнего дня маски. Я еще и губы накрасила, но правда сейчас их рукой стерла. Мы записались по времени. Арсений проснулся. Вика еще в среде спят. Я поставила в мультиварку рисовую кашу. Арсений сказал, говорю, проснется. Вика, в общем, накормит. Ну что, пошли. Потом расскажу. Вот сюда надо смотреть. А я смотрю туда, потому что опять телефон неправильно держишь. Фу, блин, дышать нечем. Пошли. Пошли. Короче, я не представляю, как люди, продавцы в магазинах или где работают у них. Я уже дышать не могу часто. Все, заходим. Нас пригласят, сказали. Мы сняли маски. Потому что дышать нечем. Сами сотрудники все без масок. Ну, мы никому не подходим. Ну, прям реально. Все без масок. Ну, блин. Каждый десятый только в маске. Всем привет. У нас новый день. И мы на даче. Погода шикарная. Хотя, по прогнозу, ничего подобного не ожидалось. И, в общем, я в душ сходила, хотела попозже голову помыть. Забыла. И уже торопились. Короче, говорю, ладно, тут с ним. Так что, девчонки, не обессудьте. Главное, что мы выехали. Все приехали. Народа очень много. Ну, все-все-все вообще везде. Кругому, всюду. Потому что погода хорошая. Арсений тут с шуруповертом. Сынок. Сынок. Поздоровайся. Вот. Сейчас вам расскажу, как мы вчера в ГАИ съездили. Не особо удачно. Там же носа? Где? В этой носочке? Да нет. Леша, я себя, девчонки, не вижу, потому что солнце ярко светит. Сейчас немножко вижу. Ой, Леша идет. Приходится жертвовать клумбой своей. Поставили машину, потому что, ну, машин много все. Сейчас я покажу немножко. Вот сюда вот поставили. Видите? Пилу? Пилу? Зачем она тебе? Ну, сейчас разберемся. Вот. Что еще хотела вам сказать. А, ну, сейчас расскажу. Сейчас. Мы, видите, только выбрали. Только выбрались. Смотри. Посмотрим, готов. Давай. У-у-у, полетел в космос. Эту пока не пилишь. Смотри, мам. Да. Возьми другую. Федюша. Аккуратно пальчики. Нет, девочки, не боимся, потому что с года они с пилой и песочницу еще, когда Арсению было полтора года, вот они с папой вместе пилили, делали. Что? Они же должны в любом случае приучаться. Ну, берем этот, яблоню не надо, Федя. Федя. К самостоятельности. И должны понимать, что опасно, что не опасно. Мы как бы говорим, но позволяем. Угу. У-у-у-у, подверь. Угу. Угу. У-у-у. Здорово, пацаны. Мы ехали в космос. Останавливаемся. На переход. У-у-у. У меня заканчивается, девочки, память. Пойдемте, они там копают. Пойдемте. Память. Память заканчивается в телефоне. Я забыла видео перекинуть, блин. И мальчишки наснимали. Там есть моменты, которые... Привет. Привет. Которые снимают мальчики, да, и я там не удаляю, а в отдельную папку складываю. Ну, такие хорошие моменты. Сейчас буду на Лешин пробовать. Лопату? Не надо, там мужчины сейчас все сделают. Пойдемте. Ну, какая собачка. Здравствуйте. Папа, что делай? Привет, Наташа. Соблюдаем дистанцию, мужчины. Соблюдаем дистанцию. Коронавирус, да? В общем, короче, они что делают? Трубу опускать будут, потому что год назад, или два года назад трубу вот эту вот копали, меняли трубы. А сейчас они ее хотят немножко опустить, потому что машины забирают. Пойдемте до Веры даем? Да. Пойдем. Арсюш, пойдем к Вере. Ой, делать ничего не хочется, честное слово. Побежали. Мам, а ты можешь не проехать куда? Куда? Здесь нормально, здесь можно проехать, а там она высоко была. А если земля опустилась, они когда... Ну, изначально она была как-то пониже. Давай там прогуляемся, пойдем. Потом пройдем, пойдем. Мы куда? Оно! Оно! Красота! Сидит. Вы понимаете? Понимаете? Домика нету, и мальчишки не узнали, поэтому. Куда идти? Привет, что ли? Привет, привет. Зоя моя, иди ко мне. Нечего целоваться, Вера. Дистанцию соблюдаем. Посмотрите, какие у нее голубые глаза. У меня на погоду. Мне бы голубые глаза. Да, да. Ты же хорошая, да, я смотрю? Нет. Нет еще? Давно ты здесь? С утра. С девяти. Ясно. Сегодня домик сломали? Вчера. Ты не идет. А все не идет? Ну ладно, не идет, не идет. Вот и все. Просто по тому проезду. Нет, не память не тянет. Все? Упала? Она сама опустилась? Нет, все. Хорошо. Рассасываемся. Пойдем, Федюш. Так, пришли мы. И, в общем-то, Леша сейчас будет делать туалет. Точнее, не туалет. Леша, а что ты будешь делать? Фундамент? Фундамент. Он будет делать. Вот, купил песка, бетон. Мамя, посмотри, что я делаю. Три мешка. Мамя, лопатку. Ладно, делай, что хочешь. Уже просто смысла нет, что-то говорить. Мамя, лопатку. Лопатку. Сейчас он положит лопату. Ему она доест, и ты возьмешь. Хорошо? Тебе тоже надо? Здравствуйте. Здравствуйте. Идет еще один. Как два копальщика. Ну, копайте, копайте. Федя. Получил молоток. Лопата уже не нужна. Получил молоток. Вот я здесь сижу на своем троне. Федя. Федя. Ну, ты уж потише, аккуратней. И вот так вот наблюдаю за происходящей обстановкой, девочки. Сейчас я вам расскажу, как мы съездили. В общем, приехали вчера. Значит, нас не вызвали. Я сама спросила. Ну, когда, вроде, мы же по времени записаны. Нам сказали подойти к первому окошку. Подошли. Там женщина. Она приняла наши документы. И сходу, короче, ей заняло, значит, где-то примерно 30 секунд, чтобы договор купли-продажи сразу были начеркать там и сказать, что неправильно. В общем, переписывайте неправильно. Не должно быть исправлений. Да, там было два исправления. Но незначительные прямо. Ну, факт остается фактом. Я согласна. И она говорит, вот это вот у вас неправильно переписывайте. Ладно. У вас есть возможность сейчас переписать? Есть. Мы ушли. Переписываем. Прям быстро. И техосмотр сразу же у нас посмотрели. Как-то приняли, не приняли. Ну, в общем, понятно, да? Подходим к ней. Она говорит, ждите. 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 И мы, короче, полтора часа ждали. И представляете, я смотрю, время идет или нет, потому что ничего не вижу. Она говорит, ну все, техосмотр прошли, записывайтесь заново через госуслуги. Оплату игнорируйте, потому что у вас оплачено. И все, короче говоря. Я говорю, в смысле все? Ну, говорю, вы примите документы. Нет, не приму. У меня на вас регламент по 15 минут на каждого. Я говорю, так вы же сказали, подойти потом. Ну, все хорошо, подошли, подошли. И обеда еще не было, но близко, близко к обеду было. Девочки, я говорю, 30 секунд у нее заняло для того, чтобы... Фу. Давай. Это, говорит, тебе фу. Да нет, хорошо они пахнут. Они своеобразно пахнут. Я их вывал, но одну чуть-чуть пахнула. Не показала его. Такой это колхозник. И, в общем, я говорю, ну, вы просто примите. От нее дальше ничего не зависит. От нее зависит только принятие документов и все, и передать. Она может сидеть и ждать, пусть обед, не обед. Сидеть и ждать, когда... Нет. Она сказала, я не буду принимать, записывайтесь заново. Вы представляете? А смысл тогда мы галопом все это дело переписывали? О. Вот. Нормально. Ну и все. Че, все. И приехали домой. Короче, я расстроена. Леша быстро взял Вику и отвез. Ну, она уже была готова. Отвез ее домой, потому что ее маме надо было на день рождения идти. А Вике надо было с Вероникой сидеть. Мам, посмотри. Ага. На цветок вырвала. Сейчас скажите, бедная Вика. Ну, там с ребенком сидит. Мы ее тут позвали. Ну, слушайте, нам больше некого позвать. Она член нашей семьи. Почему? Если ей... Ну, может быть, ей сложно, но с другой стороны... Тут яну надо закопать. С другой стороны... Блин, это ее братья. Надо закопать. Ничего страшного. Она вечером, когда вот... Когда, получается, позавчера не сидела с ними. Что, сейчас у нас мяч закопает-а? А вчера, ну, посидела она пару часов. Ну, как бы, ничего страшного. Тем более, Федя спала, Арсений в телефоне сидел. Ну, как бы, ничего страшного. Ну, а что? Мы родственники. Все должны друг другу помогать. Вот. Все. А потом, короче говоря, мы немножко погуляли. Легли отдохнуть. И все вместе спали. И все. А там уже наступил вечер. И я больше ничего не снимала. Вот так вчера прошел наш день. Понимаете? Ой, как хорошо. Я прям расстегнулась. Конечно, все обманчивая погода. Сегодня зуб у меня еще не ныл, девочки. Спасибо, что пишете там рекомендации. Я все читаю, естественно. Не всегда получается с телефоном не отвечать. Что захожу под видео, специально читаю. И как бы все понимаю. Спасибо. Надо еще там кого-то убить. Вот, надо сейчас будет что-то поделать. Наверное, малину. Малину обрезать. А на самом деле ничего не хочу делать, если честно. Прям такая хорошая погода, что ничего не хочу делать. А вы завтра работаете, Леш? Работаете завтра? Пошли копаться. У них не с чем работать. Если материал привезут, то он, наверное, будет работать. Копаться? Непонятно. Сейчас покупаемся. Зачем ты посередине здесь копаешь, сынок? Здесь не надо копать. Не надо. Я уже цветок вырвала. Ну ладно, цветок вырвал и вырвал. Вот Федя занимается. Молодец, Федюш. Так, а мы с вами сейчас... Ну, не с вами. Я одна. У меня памяти мало. Пока еще что-то есть. Сейчас это что? Знаете, что это такое? Чубушник этот, господи, жасмин. Иногда чубушник слова не могу вспомнить. Теперь жасмин забыла. Сейчас я тоже кое-какие веточки сухие. Сухие, которые тоненькие, обрежу, чтобы он силу не отдавал. И вот малина тоже обрежу. Сухие, старые, которые ненужные. И, наверное, сейчас еще... А, или рано все-таки этот виноград. Я просто не очень понимаю, где здесь живые почки. Вроде живые. А, ну, в принципе, все понятно. И сейчас я еще виноград обрежу. Начну с малого. А дальше, может быть, погребу там. Не знаю, девочки. Что? Что? Сломался замок? Да. Ну, что? Ну, сделай, построй еще. Нет. Ну, значит, не строй. Не строй. Не строй. Девочки, помните, я говорила вам, что... В общем, слава богу, что это не соседка не наша. Ну, как бы я говорю, она нормальная женщина, в принципе. Потому что она жива. Слава богу. Дай бог ей здоровья, крепкого. Да не нужно, мы здесь ходим. Ямы не копай, я тебя прошу. Я тебя прошу, не надо здесь ямы копать. Арсений! Ты цветок выкапываешь или что? Ну, здесь будем падать, ходить. Здесь должно быть, наоборот, ровно. Ой, девочки, сегодня полночи смотрела. Ну, не полночи. Плитку, плитку. Хочу сюда плитку. Вот тропинку, да, из плитки туда. И вот сюда вот эту. Ну, площадку. Ну, знаете что? Мало ли пока что я хочу. Слишком много. Я хочу. Я молчу. Вот, кстати говоря, яма. Которую Леша выкапывала. Это вот для туалета. Вот такая вот она. И он сейчас здесь что-то будет делать. Федю потеряла. Федюш! А ты там что? Ты там что делаешь? Играешь? Ты там никому не мешаешь? Ну, все, иди, ладно. Потом придешь, хорошо? Осторожно, пальцы. А-а-а! Красота, прям. Не могу налюбоваться. А у меня вообще здесь должны нарциссы повылазить. Я их сажала. Странно. А, ну вот что-то вылазит, да. Потому что я их кучками сажала. Мне давали осенью. Все работают. Все работают. Смотрите. Я тоже работаю. Ты папе помогаешь? Ты только не нырни в это корыто. Хорошо, сынок? Ну, давай. Пошли за водой на колодец. А я, девочки, все смотрю на эту сторону. И мне плохо становится. Плохо становится от того, что надо будет в следующий раз уже здесь что-то делать. И, кстати, наши слова, знаете, что? Сейчас покажу. Вот здесь вот ручка. Вот мы ее, я говорю, надо на туалет использовать. А почему бы и нет? Хорошая ручка. Может быть, внутри. А вот здесь у нас промежуточный момент. Мальчики, блин, куда? Ой, на сирене. Сирень, сирень, а я сирень. В общем, вот что сейчас получается у них. Так все выглядит. А у меня, девочки, смотрите. Ну, короче, здесь я все пообрезала, да. И вот сейчас листьями сухими мульчирую малину. Потому что здесь все время заросли. Вот тут вот зелень получается. А вот здесь заросли. И я, короче, сухие листья, палочки, веточки. Здесь рублю веточки. И, наверное, еще под виноград положу, потому что он сохнет быстро. Не знаю, может быть и неправильно, но положу. Все вот такой вот творческий беспорядок у нас здесь. Это выбросить надо. Это тоже. В общем, вот. Ой, красота. Девчонки, смотрите, как красиво. Красиво. Мои ушли. А я сижу. Ну, в плане сижу, вот только присела. Красиво. И вот, знаете, девочки, думаю о том, что вы меня все хаите, хаите, что у нас бардак. Там все такое. Но на самом деле, вот вы не видели, что здесь было. Вот здесь вот, вообще вот здесь вот, когда мы покупали этот участок, здесь было очень много свалка. Потому что сын женщины, которая вот умерла, да, чей это был участок, он все тащил, металл, провода, отовсюду. И здесь это все дело обжигал. Здесь кусок яблони был обожженный. И прямо здесь вообще помойка была, просто помойка. Мы две газели мусора вывезли. Просто многие, может быть, этого не знают, спрашивают, да. Здесь деревья поваленные, срубленные были. В общем, одуванчиков очень много, всяких таких вот больших этих. Ну, и здесь до сих пор это все осталось. Ну, вот эти кусты большие, которые растут, хлопухи. Вот. И Феде было два месяца, когда мы купили этот участок. Машина у нас на тот момент была, потом мы машину продали. И, в общем, даже вот эту дорожку, когда я сказала, Леша, что ее постелить хочу, он говорит, что ты ерундой занимаешься. Девчонки, здесь постоянно росла трава, была грязь. Ну, представляете, да? А травы было мало. Не то, что трава, трава мои идут. Много всего было такого, ветки, сливы росли. Я, в общем, верхний слой снимала прямо. Там, ну, реально, вот я вспоминаю, здесь все соседи подтверждают, что, ну, они говорят, у вас уже вообще красота, красота. Девочки, он был очень запущен этот участок. Поэтому я хочу сказать, что сейчас здесь реально очень хорошо. Сходили на колодец? Да. Ты внутрь посмотрел туда? Ну как, не смотрел? В общем, классно. А Федор где? Федор, чего ты? Упал? Упал? Ну, и дети, я пожалею. Устали, устали. Но мы сегодня без сна будем. Мой мальчик. Леша любует своим произведением искусства. Вообще везде все приехали, девчонки. Все, кому можно было, кто мог приехать, все приехали. Вот соседи у нас не приехали, единственное, вот с этой стороны. А они на велосипедах ездят. Ну, не знаю, почему не приехали, но вообще не приехали. А так обычно тоже приезжают. Опа, на. Арсений упал. Ничего страшного. А в сетку рабицы споткнулся. Цветочки поливай. Все, девочки, Леша накрыл. Мало ли, дождь пойдет или что-то. В общем, сохнет. Девчонки не уберегла. Я... Два раза повредили ее. Вот эту ветку сломали, я приклеила. Потом ведро поставили, чтобы, типа, в общем, и вот этот кончик сломался. Бедная эта сирень вообще. Короче, вот что я сделала. А там немножко замульчировала, скажем так. В общем, до сих пор. И это все дело я тоже почистила. Обрезала. Вот здесь вот дорожку убрала. Вот здесь немножко замульчировала тоже. Сгребла. Ну, не весь мусор, вот. Но я до сюда и не планировала сегодня. И вот здесь вот. А дальше, девочки. Вот такая вот история. Короче говоря. Ладно, нормально. Все. Кушать садимся. У меня нету сока. Как нету сока? Вон у него стоит сок. Это не тот. В смысле, не тот друг. У меня тут стоит. Потому что вот тут сиделось, где я сейчас стою. В общем, вот пожарили крылышки. Мальчикам печенье. Сок потом будет. Огурчики, помидорки. Ну, все как обычно. Сейчас я сяду, или папа сядет, и солнышко не будет светить в глазки, Федь. Начинайте кушать. Я за папой ручками сяду. Что ты? А папа мне ручками ставит. Ага. Папа, а я за твоими ручками сяду. За твоими? И все, девочки. Мальчики, можно? Мне нет. Я вот такая красотка. Это я сейчас яблоня, веткой яблоня, короче, прическу испортила, понимаете? А еще я торопилась. У меня листья высыпались из рук. И ударилась лбом об железку, где виноград. Ну, вот эти вот железки. Там тыды есть, блин. Ну, вроде бы ничего нет. Не знаю, даже не смотрела. Вот такая вот я красивая. Мам, мне вот. Рот. Облизывал губы, видимо, обветрил. Жжет. Ну, пройдет. Руками не трогай. Все, девочки. Спасибо, что были с нами. Всем пока.